забыли все наверное уже моем исполнении наращивание салонная изящная такое крепкая качественная стойкая ну прям вот лучших традициях эми маникюр вообще почему сейчас вот вспомнила что нужно показать наращивание очень давно ему не показывала а потому что сейчас столкнулась с той историей что многие мастера не делают наращивание вот на за живыми бутиках не все делают девочки кто-то работает только на гирлаки кто-то скажу вот ну если для вас важно мое мнение вы мне как бы доверяете как эксперту как мастеру с многолетним стажем я вам скажу сто процентов точно что если вы мастер маникюра и вы не делаете наращивание срочно учитесь потому что сейчас это одна из самых востребованных услуг если вы мастер который не делает наращивание работаете только с гирлаком там короткие однотонкие хорошо окей у вас все равно не будет вот нету почему но есть мастера которые делают однотонкую но если вы хотите больше клиентов разнообразных и вы хотите чтобы вас не было сезонности вы хотите отвечать всем запросам клиента научитесь делать наращивание обязать в обязательном порядке вот я открываем сейчас маникюр бутику в питере и тем девочки вот президенты которые не делают наращивание огуре девчонки ну как бы есть время до открытия нужно подтянуться потому что кто-то учился но не практикует его уже забыл как это делать кто-то не делает кто-то там еще что-то но нужно потому что спрашивают и хотят и сейчас это действительно вот они был один период когда не нужно было практически наращивание все по обрезали свои ногти и вообще наращивание такое-то ругательство было да мы сразу все стали наращивание заменять на укрепление с удлинением чтобы не не пугать клиентов какой-то период просто клиенты не хотели вообще гель это что мне только герлак но был такой период сейчас все вернула сейчас длинные ногти сейчас хотят наращивать но многие мастера не делают если делают то не совсем правильно не совсем качественно то есть я беру сделаю а вот каких-то тонкостей к еще не постиг поэтому салона никто не говорит там о каких-то сложных манипуляциях там арках арки этого для девочек которые хотят расти не они останавливаются нужно что-то новое заскучали там еще что-то вот ну для развития больше для развития для аккаунта для того чтобы были прикольные фотки вот а салонное наращивание нужно уметь делать нужно уметь делать в любом случае это вам пригодится клиентов будет больше и процедуры будут разнообразнее поэтому если кто-то не умеет не делает я вам настоятельно рекомендую причем у меня уже очень много есть эфиров которые по наращиванию по разным по выкладному пол паркам и по пайпам мне кажется что если пересмотреть все мои эфиры можно вообще не не идти на курсы учиться но то что не подробно рассказывать не умею а по всем техникам я уже провела вот сегодня решила делать наращивание салона с опилом без опила я умею делать понятно что без опила мы делаем только овал или мягкий квадрат или там не длинный может быть квадратно-овальный дали какой-нибудь но я люблю с опилом с минимальным но с опилом я люблю от нарастить так чтобы вот как будто не нужно пилить но вот где-то параллельки где-то там что-то после я перфекциониста этом плане конкурс на мастер они не могут быть не перфекционистами то есть вы сразу видите как чуть-чуть бачок кухловатый там чуть-чуть вот ну вот ну как так мне не так чтобы прям вот не придраться вот я любое принципе наращивание делаю так, чтобы вот как будто бы не нужно пилить, но на самом деле нужно пилить. Я люблю с опилом, люблю попилить, хоть и чуть-чуть, вот на 10 пальцев 10 минут. По одной минутке буквально там подровнять, но с опилом. Вот, и наращивание салона, их несколько видов. С опилом, без опила, длинные, короткие. И мастер-профессионал, он подбирает технологию индивидуально клиенту каждому. То есть я не, вот, например, если меня взять, то я как вижу, допустим, ногти и то, что хочет клиент, потребность клиента, и уже понимаю, какую технологию я буду применять. То есть есть, допустим, классическая технология, там подложка, натурал композит, софт пинг или там софт ньют, или монофас моделирование, отпилили, все. Есть классическая, ну вот такая стандартная. Но их на самом деле больше, разнообразная, много под, как это сказать, подтипов, что ли. Ну вот, я сегодня решила с опилом на короткий и на длинный рассказать, какими материалами и в какой последовательности можно пользоваться. Чтобы прям шпаргалка у вас осталась, можете прям скрин потом делать. И без опила. То есть есть совмещение с гель-лаком, есть подложку, там, допустим, гелем из флакона, есть вариант нарастить одним гелем полностью, ноготки, если не короткий. Можно взять там самовыравнивающий, можно и самовыравнивающий, можно и самовыравнивающий. Ну, то есть много вариантов. Ну, и вот не все понимают, много очень вопросов, директ задают, а вот у клиента такие ногти, а вот, ну как? А, ну, а вот так. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. То есть самое, спасибо, спасибо за комплименты, самое важное, ну, одно из самых важных критериев это уметь подбирать технологию индивидуально клиенту, грамотно разбираться во всех системах, гель-лаковых, чтобы уметь, кому-то вот такую я систему подберу, а кому-то я вот так сделаю, а кому-то вот так. То есть не зацикливайтесь на чем-то одном. Во-первых, пробуйте всегда новое. А во-вторых, учитесь разбираться. Ну, если кто-то, я думаю, что все уже, особенно здесь присутствующие, 100% учились, та учились на каких-то у нас курсах, онлайн, оффлайн, неважно. Любые у нас курсы по моделированию в школе, любые, повышения, базовые курсы, они начинаются с биохимии акрилатов. Я каждый раз об этом говорю, не устану говорить, что когда-то эта лекция, а Вера тогда ее читала, Мирошниченко, она у меня, в общем, когда инструкторов начинали учить, появлялись много школ, было много школ уже по дизайну, и эти школы, когда у нас появилась линейка по моделированию, стали преподавать моделирование. И они все приезжали к нам в Ростов, и мы готовили инструкторов по моделированию. Вот, когда Вера готовила, Вера вела лекцию, я вела практику. Потом уже я вела лекцию и практику. Ну, в общем, я вот эти лекции прослушала, наверное, раз в миллион. И каждый раз слышала что-то новое. Вот эта лекция по биохимии акрилатов, она когда-то перевернула мой мир. Если вы ее слушали, вот напишите, кто ее слышал, и скажите, насколько становится все понятно после нее. Насколько становится понятно, что такое гель, что такое гель-лак, что такое акрил, как они вообще взаимодействуют, как их нужно совмещать, и почему они такие. Ну, то есть это очень важная лекция. Если вдруг вы ее не слышали, я вам очень сильно рекомендую. Привет, привет. Я-я-я-я-я-я-я-я. Спасибо большое. Можно ли пилить файбербазу? Можно. Можно. Сейчас буду рассказывать, показывать, в конце отвечу на вопросы. Пишите пока их. Так. Я сегодня приехала вести эфир, забыла дома и лампу, и крепеж. Вот спустилась в школу к девочкам, попросила у них. Ну, понимаете, что не свое. Сейчас как-то я это все дело настрою. Минутку терпения. Все как-то так неудобно. А, это нужно телефон перевернуть. Простите. Простите. Еще раз простите. Так. Переворачиваем. Угу. Оль, мне пока не нужна ты. Угу. Сейчас чуть-чуть наклоним. Угу. Не нужна ты мне пока. Вот. Чуть неудобненько. Сейчас поднимем чуть-чуть. Вот. Так нормально. Так вот. Начнем с моделирования соппила. Какими материалами можно лучше делать. Как можно совмещать. Так. Давайте вот так. Прямо потом будете скринить листочек. И будет у вас шепаргалка. Наращивание. Наращивание салона. Соппилом. И без. Без отпила. Так. Соппилом. Смотрите. Какими мы можем пользоваться гелями. Сейчас будем и о совмещении говорить. И о чистом гелиом наращивании. Смотрите. Если мы делаем с оппилом длинные. Длинные. И короткие. Если мы делаем длинные. То лучше выбирать конечно же гели. По высшей степени вязкости. То есть жидкие. Вот смотрите. У нас есть гели во флаконах. В системе гелевой ЭМИ. Есть во флаконах. Чем они отличаются от баночек. Вот например. Софтпинг. Софтпинг. Софтнют. Они есть как в баночках. Так и есть во флакончиках. Чем они отличаются друг от друга. Во флакончике. Это жидкий гель. То есть это тот же самый. Вот очень часто зададут один и тот же вопрос. Ну кто-то не слышал. Кто-то не знает. Кто-то новенький. В баночках всегда гуще чем во флаконе. Функции и характеристики одни и те же. То есть смотрите. Вот он. Он же. Ну это софтнют. Но не важно. Видите? Для чего он же? Для того, чтобы удобно было из флакона. Как гель лаком работать. Да? Софтпинг. Я вам показала во флакончике. А теперь показываем в баночке. Ну то есть. Средней степени вязкости в баночке. И ниже средней степени вязкости во флакончике. Если я буду наращивать длинные ногти. Придет ко мне клиент. Скажет. Я хочу четверку. Я возьму флакончик. И буду ей четверку флакончиком. С флакончика наращивать. Я забодаюсь. Понимаете? Мне нужно будет в три капли выкладывать ей гель. Зачем? Если я могу взять в банки средней степени вязкости. И там в одну каплю чуть-чуть добавить и нарастить. Правильно? То есть нужно здесь понимать. Какими гелями. Какой вязкости. Какие ногти наращивать. Например. Если бы я делала. И ко мне пришла клиентка. Допустим. На длинный миндаль. Квадрат. Не важно. Я бы взяла в качестве подложки. Натурал композит гель. Это густой гель. Высокой. Средней. Высокой степени вязкости. Арки. Вообще мне очень нравится им наращивать. Он удержит хорошо. Не растекается. То есть в арках у него есть вот эта вот арочка. По которой гель стекает. И для наращивания свободного края в арках лучше брать высокой степени вязкости. Ну и для длинных ногтей тоже. То есть если я наращиваю длинный. Я могу для подложки. Ну то есть для первого слоя. Форма наша. Для подложки. Для первого слоя могу взять натурал композит. Либо. Я очень люблю. Я уже об этом говорила. Но скажу еще раз. Либо акригель. Мне очень нравится в качестве подложки акригель на длинные ногти. Он выдерживает нагрузку на свободном крае. Он не сгинается. Он достаточно жесткий. То есть его мы можем выкладывать на свободный край. И вот сюда даже чуть-чуть вот в ямочку на зону стресса перетягивать. Тем самым укрепляя стык и зону стресса. И свободный край. Самое важное в любом укреплении. В наращивании. Это свободный край. Чтобы был достаточно крепким. То есть я не буду брать мягкие гели. Например изи ван гель. Гели в афлаконе. Базу там файбер. Базу гель лака. Для наращивания длинных ногтей. Я не буду. Потому что свободный край будет гнуться. И он просто не выдержит нагрузки. То есть вот так вот я ударю ногтем. И он у меня просто вот здесь по вростам. В лучшем случае треснет. В худшем случае с кровью все это отлетит. Ну то есть неприятная ситуация. Наращивание длинных ногтей. Всегда свободный край должен быть жестким. Жесткость это либо натурал композит гель. Либо софт пинг желе. Только не композит обычный. Потому что он стеклянный. То есть натурал композит. Софт пинг желе. Акригель. Все запомнил. Для длинных ногтей свободный край. Жесткий обязательно должен быть. И в качестве уже моделирования. То есть для моделирования поверхности. То есть вот мы сделали подложку. И нам нужно чем-то смоделировать поверхность. И здесь я уже могу взять либо софт пинг в баночке. Либо софт ньют, либо софт пинг, либо монофаз. Гели средней степени вязкости. Чтобы мне удобно было в одну каплю это все выложить. Я конечно могу взять и во флаконах. Но придется в две капли. То есть это вы уже выбираете. Мне например удобнее на длинные ногти брать гели средней степени вязкости. Можно конечно и этим же акригелем допустим смоделировать архитектуру. Но я люблю самовыравнивание. То есть быстрее все-таки гелем средней степени вязкости в одну каплю перевернуть. То есть если нужно длинный и быстро. Все-таки лучше и удобнее конечно гелем. Если вы умеете работать акригелем быстро так, что это практически как гель. То делайте. Единственное смотрите. Натурал композит, чтобы вы не путали. Натурал композит это гель для свободного края. На полностью, на поверхность мы его не выкладываем. Во-первых он некрасивый. Во-вторых он жесткий слишком. И может дать отслойки со стороны кутикулы. Вообще вот эти желтые гели как натурал композит и форм гель натурал. Они для свободного края предназначены. Не путаем. То есть это трехфазная система. Натурал композит, либо акригель это свободный край. Среди степени вязкости это у нас поверхность. Есть. Прям вот можно вот так поставить. Короткие ногти. Короткие ногти с опилом. Здесь уже вообще любая система. Но мы должны тоже отталкиваться от того, чтобы у нас же была скорость. Нам же нужно быстро. Мы же не можем там сидеть. Например, вот уже акригелем. Вот нафига мне коротенькие ноготулечки наращивать. Если я буду долго этой палочкой сидеть там их вращивать. Я могу очень быстро нарастить короткие ногти. Просто одним гелем из флакона или из баночки. Но из флакона удобнее, быстрее. Короткие ногти. Так как они самовыравниваются. И одним гелем, кисточкой. Вообще можно там за 40 минут эти ногти нарастить. Монофаз. Это прозрачный однофазный гель. Ну подложку, то есть базу под него мы все-таки рекомендуем наносить. Для улучшения адгезии. Но им можно и нарастить свободный край. И смоделировать архитектуру. То есть вот для коротких, недлинных ногтей салонных. Потом квадрат, овал, неважно. На свободный край монофаз или софт пинг, или софт ньют. И имя же сверху. То есть короткие наготуленькие. Можно смоделировать любым гелем из флакона одним. Потому что нагрузки большой не будет за счет того, что они коротенькие. Нарастить эту длину там одну-две единички кисточкой. Вообще очень быстро, очень легко. Можно, конечно, и этим же гелем софт пинг густым. Но быстрее будет из флакона. Вот это то, что касается моделирования с опилом. Длинный, помним, что жесткий гель обязательно должен на свободном крае. Сверху гель средней вязкости, чтобы была возможность моделировать одну капту. Короткий, как можно быстрее, это гель из флакона. Без опила. Что без опила мне нравится? Тут тоже два варианта. Тут можно совмещение сделать. Длинные ногти мы без опила, конечно же, не наращиваем. Да? Это только короткий овал. Овал, ну, скво-овал. Скво-овал в лучшем случае. Квадрат. Квадрат нет. Квадрат мы не наращиваем. Длинные ногти мы без опила не наращиваем. Квадрат мы без опила не наращиваем. Это только короткий овал. Ну, скво-овал максимум. И тут тоже, может быть, две системы. Это гелевая. Гелевая. И совмещение. И совмещение. Форм гель натурал. В гелевой системе, в чисто гелевой системе. Это лучший гель для моделирования свободного края. Также может быть еще монофаз. В баночке такой же, вот, средней степени вязкости. Может быть, тоже для свободного края. Софт пинг. Но, если вы хотите, чтобы ногти были с внутренней стороны натурального цвета, то это только форм гель натурал. Чем он отличается от натурал композита? И почему он? Цвет, смотрите, у него такой же, как от натурал композита практически. Но он отличается вязкостью. То есть, натурал композит, вот, если его открыть, ну, он чуть-чуть другого цвета, но тоже вот такой желтенький. Вот сразу видно, да? Натурал композит – это высокая степень вязкости. Форм гель натурал – это средняя степень вязкости. То есть, у него есть свойства самовыравнивания. И эти свойства как раз нам нужны при моделировании без опила. Натурал композит тоже можно. Но вот все равно он не растекается ровно, идеально. Так, чтобы мы просто подпилили свободный край и сверху моделировали. Там где-то бугорок, там где-то бугорок. То есть, им неудобно. Моделирование без опила – это форм гель натурал. Все, гелевая система – это форм гель натурал на свободный край. На свободный край – это форм гель натурал. После этого мы подложку отпиливаем и моделируем сверху. И моделируем сверху. Софт пинг, софт ньют или монофас – это гели из флакона. Гели из флакона предназначены для моделирования без опила, для скоростной модели. Это те же самые жесткие системы, нерастворимые, гелевые. Просто ниже, средней степени вязкости для того, чтобы было вам удобно моделировать архитектуру в одну каплю без опила. Если они будут густыми, вам вы не сможете смоделировать без опила. Ну или времени больше понадобится. То есть, если это гелевая система, то это форм гель натурал и гель из флакона. Любой гель из флакона. В совмещении здесь можно тоже свободный край чем угодно дорастить. То есть, из гелевой системы. То есть, мы доращиваем также либо форм гель натурал, либо монофас гель свободный край. Любым гелем средней степени вязкости, только не густыми. Запоминаем, что в моделировании без опила густыми, вот такими вязкими, желеобразными гелями, акригелями мы не работаем. Работаем тем, что 100% самовыравнивается на форме. Чтобы мы смоделировали свободный край аккуратно, максимально точно. Чтобы нам подпилить, нужно было только вот просто пройтись по свободному краю пилочкой, и все, и ноготь будет идеальный. А по поверхности вот моделируем гелем средней степени вязкости. И моделируем архитектуру здесь уже либо файбербазой, либо твини гелем, либо S-base новой базой, либо базой макси, либо базой медиум. То есть здесь уже совмещение геля и гель-лака идет. Мы можем любой базой, ну только не жидкой, конечно же, не жидкой, не для педикюра, не педикюрной, сразу оговариваю. Моделируем тоже точно так же без опила. Все. То есть здесь все очень просто. Без опила, это у нас форм гель натурал на свободный край, там и там. В чисто гелевой системе это гели из флакона на поверхность, в совмещении это база гель-лака. Я обожаю файбербазы, для меня это самые идеальные базы вообще, какие-либо существовали и существуют, и по характеристикам, и по работе, и по цветовой гамме. Поэтому я всегда говорю о них, мне они очень нравятся. Вот, по поводу подготовительного этапа, везде подготовительный этап одинаковый. То есть это Nail Prep, который я искала, я не нашла. Nail Prep, Ultra Bond, подготовительный этап. И в зависимости от состояния ногтевой пластины, это либо база гель-лака жидкая, либо база Super Bond. А дайте мне каталог, пожалуйста. Это жидкая база, делайте сейчас скрин, пока я сейчас уже сделаю, пока я не убрала. Либо Super Bond, тоже, я всегда об этом говорю и буду проговаривать каждый раз, когда говорю о гелевой системе и о наращивании. Так, либо это база Super Bond. Чем отличается Super Bond от базы гель-лака? Гель-лак это растворимо. Ой, спасибо, кошечка. Вот, Nail Prep, Ultra Bond, база. База, а можно Super Bond? Я просто покажу. Если есть, конечно, это тоже. Я подумаю. Значит, не будем углубляться. Только скажу, что база жидкая, гель-лаковая, это растворимая система гель-лаковая, пористая, супер... Просто показать. Тихо. Super Bond это гелевая база, нерастворимая, и она рекомендована для сухих возрастных ногтей. Почему? Потому что если мы будем использовать гель-лак... Вообще гель-лак не рекомендуется для сухих возрастных ногтей. Почему? Потому что сушит ногтевую пластину. То есть они так сухие, а гель-лак, он как губочка, он влагу вытягивает. Поэтому для возрастных это Super Bond. Для, наоборот, влажных, поврежденных, тонких база гель-лака. То есть подготовительный этап Nail Prep, Ultra Bond и какая-то из этих баз. Ну и дальше уже система либо это наращивание с опилом, либо без опила. Длинные, короткие, совмещение геля. То есть у вас вот здесь сейчас, в принципе, по наращиванию полностью шпаргалка по всем системам. Пользуйтесь. Ну и я сейчас покажу один ноготок. Уложу один ноготок в классической системе с опилом. Возьмем форм гель Natural. Давно я, кстати, им уже не пользовалась, очень давно. Так, и возьмем Soft New во флаконе. То есть вот два геля, которым можно нарастить без опила. Вполне прочные, изящные ноготули. То есть задача при наращивании сделать очень изящные, тоненькие, чтобы они звоненькие были. Не вот эти вот слоны громоздкие с вот таким торцом. И вот такой зоной стресса. Знаете, вот эта фраза, а что такие толстые, да чтоб покрепче были, да не, блин, не работает, это так. Понимаете, в чем суть? Суть в том, чтобы сделать прочные, но изящные ноготки. Для этого просто нужно знать, где, какой гель положить, сколько его положить. Знать параметры архитектуры искусственного ногтя. Знать о том, что в зоне стресса должна быть такая толщина, по кутикуле это 0. От вростов это 0,5 и по всему торцу тоже 0,5-0,7 мм. В зависимости от длины, если очень длинный, то может доходить до миллиметра. Все, мы подготовили. Уже спилили сегодня. Вот это наши, кстати, ногти красные. Помните, мы Оле делали, у нее был овал, и мы переделывали на квадрат. А сколько уже времени прошло, кстати? 21 сентября мы делали. О, месяц. Вот, прошел месяц. Пожалуйста. И это, причем, мы покрыли Teclas. Ультрашайна тогда не было. Смотрите, как блестит. Все шикарно. Вообще. Огонек. Так. Обезжирили евроклинсер. Нанесли nail prep. Nail prep очень быстро испаряется на воздухе, поэтому можно, в принципе, не ждать. На 10 все нанесли, и сразу погнали наносить ультрабонд. Ультрабонд. Уже все, что начинается с ультрабонда. Если nail prep, можно нанести что-то. Фокусируешься ты или не фокусируешься? Сейчас я протру, может, у меня там камеры грязные. Так. Оля, тебе привет. О, привет. Какая-то... Есть фокус? Нет фокуса? Не пойму. Вот. Вот так есть фокус. По-моему. Угу. Все, что начинается с ультрабонда, уже наносится с отступом от кутикулы 1 мм. Буквально в три этапа. Раз, два и три. Ультрабонд на воздухе испаряется за одну минуту. Не спешим наносить базу. Про ультрабонд уже тоже много раз говорила. Те-таки неудобно. Про ультрабонд уже много раз говорила, что имейте всегда два флакончика, если работаете со слайдерами. Если ультрабонд загустел, он уже с какой-то вот непрозрачной, а такой мутной внутри, им работать для подготовки натуральных ногтей нельзя. Будет слабая адгезия, пойдут отслойки. Если работаете со слайдерами, имейте два пузыречка. Один у вас для подготовки ногтей, другой для обработки слайдеров. Все. И здесь мы уже... У Оли ногти не сухие, поэтому мы наносим ей базу гель-лака. У нее как раз-таки мягкие. Вот если такие мягкие ноготочки, то база гель-лака подойдет лучше для подготовки. Тонким слоем по технике покрытия лаком. То есть просто очень тоненьким. Также соотступом от кутикулы. Миллиметр или полмиллиметра. Наносим, сушим 30 секунд. Базу гель-лака жидкую, достаточно сушить 30 секунд. Можно наносить на все пять пальцев сразу. На все пять пальцев сразу или как бы вот так вот как-то. Ну, так как тонкий слой не течет, можно не париться. Обожаемые мною формы. Просто тащусь от них. Насколько вот... Все-таки Вера Николаевна гений. Как можно было придумать настолько универсальные? Ну, у нас, смотрите, короткие ногти, поэтому мы вот эту нижнюю часть, которая для длинных ногтей, мы ее даже брать не будем. Мы вот ее сразу здесь оставим на... Ага, она не хочет оставаться. Ну, все равно она не нужна, но мы ее убираем. То есть на этих формах можно растить и арки, и короткие, и пайп, и длинности лет. То есть максимально универсальные. И очень липкие. Качественные. Качественные. Слушай, я разучилась уже ставить. А я же умела. Ладно, давай, доставай. Тут еще и перчатки такие. Не-не, не поставлю. Надо снять. Так. Когда одно время вела, очень часто эфир, я научилась, приловчилась, научилась ставить формы. Так. Помним. Ну, это такие базовые понятия, о которых вот мне даже немножко неудобно говорить. Расслабь руку. Но я должна. При постановке формы на квадратные ногти мы форму чуть-чуть вздергиваем. Так, чтобы она, кончик формы был на одном уровне с наивысшей точкой в ногтевой пластине. И ушки у нас чуть будут раздвинуты. Для постановки на овал миндаль чуть-чуть опускаем вниз. Только чуть-чуть, не сильно, так, чтобы зона стресса не была тоненькая. Можно сказать, что вслед за ногтем. Это при постановке на миндально-овальные ногти. При квадрате мы чуть-чуть выше поднимаем, так, чтобы у нас не были опущены низко параллели. Так. Все-таки. То есть при квадрате мы форму задираем, так, чтобы у нас и арочка была небольшая. И вот здесь была как такая вот ямочка маленькая, для того, чтобы сюда заложилась толщина зоны стресса. И визуально ногти будут и тонкие смотреться, и прочные. Потому что если при квадрате мы форму наклоним вниз, то у нас будут опущены вниз параллели. При этом очень тонкая зона стресса. Будет казаться, что они выпуклые, но геля вот здесь не будет, потому что форма вниз ушла. Ну и плюс, если мы уберем, поднимем параллели висящие, у нас будут они плоские в поперечном направлении. При миндале салонном мы форму чуть-чуть наклоняем вниз, для того, чтобы боковая линия была ровной. Потому что если поставим как на квадрат и будем наращивать миндаль, это будут такие вот на взлет ноготули не очень красивые. То есть тут в принципе все просто, элементарно, нужно просто это помнить и это отработать. Конечно, это не все варианты возможные развития событий. Ну вот если вы у нас на курсах учились, у нас разбираются все виды ногтевой пластины. На какую пластину? На выпуклые, на трамплинообразные. Как правильно ставить форму и для какой формы свободного края. Вообще это очень большая тема, обширная. Мне очень хочется вам как можно больше сказать, но все в любом случае на эфире не охватишь. Ой, гораздо больше вариаций наращивания и видов ногтевой пластины. Но если вы не учились на наращивание, срочно идти учиться. Вот прям срочно. У нас есть и базовые курсы по наращиванию, как онлайн, так и оффлайн. Есть повышение, мини-курсы, допустим, моделирование с опилом отдельно есть. Моделирование без опила. В скорости тоже у меня несколько вариантов наращивания есть. Поэтому если есть какие-то затыки, обязательно их закрывайте. Так, все, поставили. Чуть поджали. То есть на квадрат мы не зажимаем к свободному краю. Мы оставляем такой вот ровной-ровной трубочкой. Чуть-чуть. Ой, напишите тему, хотя уже, наверное, не вовремя чуть-чуть. Салонное моделирование, напишите. Когда наращиваем миндаль, всегда чуть-чуть к свободному краю поджимаем, как морковочкой. При квадрате мы этого не делаем. Все, сейчас прикреплю комментарий. Прикрепить. Все. И теперь мы берем форм гель натурал. Также при наращивании очень важно, чтобы форма стояла стык в стык к натуральному ногтю, без зазоров. Форма заходила четко под ноготок. Есть, конечно, вариации наращивания, когда очень короткий ноготь невозможно нарастить, форму подставить под ноготок. Ну, это уже, как бы, такие редкие случаи. У меня была клиентка одна, грызун. Грызун. Причем она в возрасте, вязать, ну, как бы, ну, не молодая. Девчонка обычно молодые, девочки грызут. А она, ну, достаточно уже взрослый, ну, 35, наверное, было. Вот. И мы ей наращиваем, я ей наращу, она приходит через две недели, просто видно, что съеденные ногти. Я говорю, что случилось? Она говорит, ну, так и так. А ей видно, так было неудобно самой. Ну, прям вот, ну, видно было, что это у нее психологическая какая-то история. Я говорю, ну, а я так спокойно говорю, ну, не переживайте, еще раз нарастим. А они просто, они мокрые от того, что они у нее во рту постоянно. Ну, и плюс каждые две недели наращивать, и потом сгрызать их вместе с гелем, это, как бы, так себе история. Ну, и так она и ходила ко мне каждые две недели. Один раз, по-моему, она пришла на коррекцию всего. Я ей говорила ходить там каждую, каждые полторы недели. Один раз, по-моему, она пришла, и все. Так и ходила ко мне. Года два, наверное, каждые две недели. Ой, ужас. А видно еще такая дева, ну, видно, серьезно, где-то работает, ну, с таким, как, с чемоданчиком или с ноутбуком. Ну, видно, что человек работает где-то в офисе. Господи. Сейчас бы я искала менять работу, видимо. Вот, наша задача выложить свободный край максимально аккуратно. Так, чтобы это вот как продолжение своей натуральной пластины. Не наваливайте, я вас прошу, вот это, а потом попилю. У меня от этого вообще прям аж коробит. Стараемся на каждом этапе делать аккуратно так, чтобы вот, ну, как будто вот практически не нужно будет пилить. Вот, даже если я сейчас буду делать с опилом, я буду делать с опилом, я все равно свободный край выкладываю максимально аккуратненько. Чуть-чуть уже, чем нужно мне. А если без опила, так подавно. Поджимать можно. Форм гель натурал и натурал композит можно. Даже акригель можно поджимать где-то на 7-10 минуте, в зависимости от лампы. Все, достали, смотрите, попробовали, ага, прихватился. И вот так вот двумя пальчиками, без каких-либо там пинцетов, зажимов, не дай бог. Просто по бокам его поджали, подержали, и он остынет и зафиксируется. Ну, овал обычно мы не жмем, ну, квадрат чаще всего поджимаем. Все, подержали, он зажался, видите, все, сушен. Если без опила мы сейчас вот делаем, то есть все идет сейчас одинаково, что с опилом, что без опила. Если мы делали бы без опила, мы бы сняли форму, аккуратненько подпилили свободный край, так, чтобы не запалить поверхность. Ну, даже если бы запылили, ну, прошли бы шлифовщиком, ничего страшного. 7-10 секунде. Ну, секунде, ну, конечно, секунде, ну, конечно, я оговорилась. Подпилили бы аккуратно, свободный край, обезжирили и смоделировали уже без опила. С опила мы сейчас просто снимем форму, смоделируем, а потом будем все вместе пилить. Soft Nude у нас во флаконе, мы будем Soft Nude сейчас моделировать поверхность. Красивые цвета вообще, скажи, красивые. Видите, ну, он жиденький, он вот как база гирлака. Для того, чтобы было удобно, был бы он гуще во флаконе, мы просто не смогли им работать. Все, снимаем. И если у нас без опила мы бы моделировали, мы бы сейчас взяли, аккуратненько пилочкой подпилили, ровненько и продолжили без опила работать. Очень важно проверить после того, как выложили подложку, сняли форму, вот эти места. То есть вот у меня идет боковая параллель, вот хватает ли мне здесь геля и нет ли у меня зазубрин. С другой стороны то же самое. Проверяем, есть ли у меня здесь гель, чтобы мне можно было выровнять боковую линию. Нет ли у меня зазубрин, нет ли у меня выщерблин. Иначе эти выщерблинки, они потом превратятся в трещинки. Проверили, все, и поехали моделировать. Около кутикулы мы только один раз промазываем, больше мы туда не лезем. Прокрыли. То есть мы сначала прокрываем полностью ноготок. А затем уже ставим капельку и как в гель-лаковой системе моделируем архитектуру. То есть гель, если он густой, мы эту капельку раскатываем. Помните? Раскладываем гель. Поддвигаем кутикулу, поддвигаем обратно. Поддвигаем кутикулу, поддвигаем обратно. Гелями из флакона мы работаем, как гель-лаком. То есть они для этого и созданы. Ставим капельку в центр и кисточкой. Я думаю, что гель-лаком все умеют. Притом вот сейчас тем мастерам, которые не моделируют, не наращивают, вам проще научиться, потому что системы моделирования сейчас очень схожи с гель-лаковыми. Выровняли, перевернули. Очень важно, чтобы вот снизу все было чистенько. Перевернули, сцентровали, сушим. И второй капелькой мы только дополняем боковые линии. Вот здесь мы когда переворачиваем, у нас стекает гель в центр при переворачивании. И вот эти ребра жесткости, боковые линии, они окажутся голенькими. И мы второй капелькой, кисточкой их просто перекрываем, чуть-чуть дополняем. Все. Итог, где-то вот как лучше работать. Вы выложили 10 ногтей и потом просмотрели. Где-то, возможно, хватает, где-то не хватает. Где не хватает, быстренько кисточкой чуть-чуть доложили. Но только точечно. Не валим там 2 капли этих объемных. Стараемся очень-очень аккуратно. Все и смотрим. Может быть, у нас по продольному изгибу чуть-чуть, если не хватает. Видите, у кутикулы сразу ноль. Видите, вот сразу, сразу полупрозрачно. То есть мне там разве нужна толщина? Зачем я буду там выкладывать миллиметр, чтобы потом около кутикулы пилить? Да, давление около кутикулы лишнее приводит к отслойкам. Лучше сразу выложить так, чтобы впоследствии нужно было снять только блеск. Я очень тоненько промазываю. И вот смотрите, буквально чуть-чуть вот здесь по боковой линии доложу. Вот просто капельку. И вот здесь. Даже не нужно ничего переворачивать. Дополнили. Просушим. И просушиваем уже окончательно 2 минуты. В принципе, мы работаем конвейером. Достаточно просушить вот так вот по минутке. И можно уже с мизинчика начинать. Файбербаза до 3 мм свободного края. Да можно, конечно. Короткие ногти можно файбербазой нарастить. Но пилить нарощенные ногти полностью файбербазой, ну, не особо приятно. Пилится все равно гелевая система лучше, чем герлаковая. Герлаковая, вся пористая система, какая бы она ни была жесткая, она пилится чуть-чуть как резиновая. Потому что это пористая система, растворимая. А гелевая система, любая, она пилится более жестко, более комфортно. Потому что это нерастворимая. Так. Это во флаконе. Чем вы сейчас покрываете? Это софт нют гель. У меня вообще формы не получается подстраивать. И вырезаю, но все равно не получается. Это все опыт. Это все нужно делать как можно чаще. Знать основные параметры. Ну, если вы обучались, если у вас в голове есть знания, под какие ногти, под какую линю гипонихия, как нужно подрезать, почему вообще нужно подрезать, а нужно ли вообще резать. Потому что я очень часто видела такое, что не резали. Ну, то есть режем, девочки режут, а зачем резала? Можно было и так подставить. Но вроде же как бы надо. Не всегда надо резать. И когда-то наоборот. Если ты вырезала, у тебя ничего не получится подставить. То есть если проходили обучение, все равно не получается. Нужна практика. Если не проходили обучение, значит нужно пройти. А меня в оффлайн учили, не прояснив. Не нужно наваливать, дабы потом не пилить. Не нужно. Вот я вам сейчас говорю. Наваливать не нужно, дабы потом не пилить. Это такое вообще. Самообман, время, лишнее время и материал ведро. Все. Начинаем мы опил с свободного края всегда. Открываем толщину, выравниваем боковые линии. Открываем толщину торца и ребер. Здесь мы подпилили, увидели, что у нас хватает толщины. Есть этот наш заветный. Заветные 0,5 миллиметров с визитную карточку. Господи, как неудобно. Сейчас, девчонки, изловчаюсь. С одной стороны подпилили, с другой подпилили. То есть полностью выравниваем боковые линии. Проходим по торцу, его выглаживаем, выравниваем. Все. Свободный край выравнили. И начинаем опил поверхности. У кутикулы мы уже с вами выяснили, что нам нужно только снять блеск. Показываю не быстро, чтобы вы успели последовательность запомнить. То есть можно, в принципе, менять последовательность опила зон. Главное, каждую зону опиливать правильно. Я вот для себя такую схему уже выработала со временем. Можно опиливать полностью кутикулу сначала, потом боковые поверхности, потом зону свободного края и выравнивать от кутикулы к торцу. Мне удобно опиливать, допустим, левую сторону зоны кутикулы. Сразу здесь же переходить вот таким образом, такими скручивающими движениями на боковую поверхность. И тут же сразу вычищаю параллель. То есть сразу довожу одну сторону до конца, и мне потом легко симметрично выводить другую. Все, видите, раз. Одна сторона кутикулы, зоны и боковой поверхности уже готова. И дальше перехожу на правую сторону. Здесь уже, видите, неудобно руку разворачивать. Перехватываем пилочку и идем вниз. Тоже скручивающими движениями, не перепиливая толщину ребер, не перепиливая толщину боковых поверхностей. И здесь тоже самое. Выравниваем боковую поверхность, подчищаем боковые линии в параллели. Все. И две боковые поверхности зоны кутикулы у нас готовы. То есть это вот четко я вам показала, как выполнять опил при любой форме. Такая вот будет последовательность. Все. И здесь мы уже работаем со свободным краем. Пилка лежит ровно. Полностью на всем свободном крае. Не заваливаю ее на себя. Снимаю только блеск. Видите, если я выложила аккуратно, то мне нужно снять только блеск. Мне не нужно много пилить. У меня все четко. У меня ровная сразу была толщина торца. У меня достаточно было материала ни много, ни мало по кутикуле. То есть если я выкладываю сразу очень четко, видите, я пилила по всем зонам, у меня остался центр. То есть зона стресса, точка апекса. Вот все. И я ее уже в принципе не пилю, а только снимаю с нее блеск. То есть научитесь сразу выкладывать, чтобы у вас был продольный изгиб красивый, четкий. Чтобы у вас не было лишней толщины нигде. Но при этом была везде нужная. В нужных местах. То есть по ребрам, в зоне стресса. И будет вам счастье. И наращивание будет вам и в радость. И это будет очень быстро, качественно. Но при этом выглядеть будет достойно. Баффик, 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 баффик. Есть, Ала? О, вот это такое ты мне предлагаешь? А они у нас есть в этой продаже? Есть. Да? Это, конечно, так себе. Я не помню, куда я делаю. Я на дом оставила. Да? Ну, как бы я таким бы, конечно, это, наверное, для маникюра больше, да? Да, да, это набор индивидуальный. Это набор для маникюра с гид-лаком больше, но для гелевой системы это не очень удобно. Ну, за неимением можно. Быстро вышли выход из-под жилья. А что? Выкрутились? Ты это хотела сказать? Выкрутились. Ой! Ой, все. Все, покрывать цветом не буду, уже время поджимает. Сейчас буду на вопросы отвечать ваши. Ну что же, ну что за прелесть? И тоненько, и звоненько, и при этом быстро. Все? Не буду эти наращивать коррекцию. Слушай, ну красиво, конечно. Тебе с длинными. Тебе такие квадраты, как будто эти обручки. Вы же какие-то, да? Оказались такие красивые. Ты только вчера кричала, какая прелесть, как тебе нравится. Да, поспоритаю, конечно. Короче, не наращивайте друзьям один ноготь длинный, дабы потом не отбрести проблем. Так. Я нужна еще? Нет, ты больше не нужна. Все, всем спасибо. Всем спасибо, все свободны. Так, вопросики. Что-то странное у меня творится. Ну, ладно, бог с ним. Так, ну что? Отвечаем на вопросы. Ого, как ярко. В общем, наращивание несложная техника. Нужно знать биохимию акрилатов. Нужно знать, как работают гелевые системы, как работают гель-лаковые системы. Разбираться в системах. Уметь грамотно подбирать технологию индивидуально клиенту. Уметь ставить формы, если не умеете. Если есть у вас с этим проблемы, либо идем, повышаем квалификацию, делаем всем подряд, и мамам, бабушкам, собакам, там кому угодно. На наращивание это незаменимая технология сейчас. Если вы только мастер гель-лака, ну, идите учиться. Я вообще чистый классик. Сто процентов я знаю, что даже те клиенты, которые делают постоянно гель-лак, знаете, раз в год и палкой стреляют. Она потом скажет, а нарасти мне длинные ногти. Она скажет, а я не наращиваю. Она такая, ну, я тогда пошла к другому мастеру. Почему стираются концы? Хороший вопрос. Но непонятный. Очень интересно, но ничего не понятно. Базой 0,8 до двойки база, база, база 0,8 придумана для того, чтобы вот хожу я вот с такой длиной, короткой там, до полутора единиц, коротюсечки, с гель-лаком. И у меня один сломался ноготь. И мне нужно в гель-лаковой системе дорастить его. Только не наращиваем базой 0,8-10 ногтей. Во-первых, на какой хрен это делать, если есть гелевая система для наращивания, во-вторых, гель-лак всегда мягче, чем гель. И если вы 10 нарастите еще и двойку, базой, базой растворимой, мягкой, ну, как бы, я не знаю, кто-то проносит, кто умеет носить, а кто вот как я, у меня на третий день все в трещинах будет. Если наращиваем, наращиваем 10 ногтей, и от там полутора единиц, это гелевая система, ну, или совмещение на крайняк, когда это жесткий гель, допустим, на свободный край, и уже моделируем там гелем из флакона, неважно чем. Эфир сохраню. О, обложку не подготовила. Но я все равно сохраню. Сейчас плюс в том, что эфиры сохраняются в архиве, их можно выложить в любой момент. Я сейчас все сделаю. Вот. Не скучаете по вере с Катей? Скучаем. Очень сильно. Но я вот полечу на выставку 26-го, 25-26-го онлайн-выставка. Я полечу в Ростов, меня попросили. Буду проводить мастер-классы по верхним формам. Уже по нашим, с нашими формами. И запишу, кстати, урок в курс верхней формы уже с верхней формами Эми. Поэтому, девочки, у кого есть курс, у вас обновится и появится урок. Этот, когда я его запишу и смонтирую. У кого нет, приобретайте. Говорят, хороший. Получился. Говорят, хороший получился курс. Да, но девочка написала, что я не думала, что можно так понятно объяснить эти верхние формы. А как с овала перешли на квадрат? Это не смех был, это Юля чихнула. Хотя смешно. А у меня есть же прям вот ролик, где мы с Олей делали ногти. Вон в ленте у меня. Посмотрите. Спилили длину. По бокам чуть доложили ширину натурал-композитом. И все. Какая форма на указательный овал? У нее вот то, что мы сделали сегодня, это классический овал. А если делать без опила монофас из бутылочки, нужно снимать блеск. Если вы хотите сделать без опила, прям на 100% без опила, вот выложили монофас и сверху покрыть цветом сразу, то ни в коем случае не снимаем липкость. Липкость на липкость только. Потому что гель классический. Если вы с него снимаете липкость, то вам нужно потом обязательно, перед тем, как рисовать френч, или покрыть краской, или покрыть гель-лаком, хотя бы снять блеск. То есть гель присоединяется только к пиленной поверхности, либо зашлифованной, или к липкому слою. Вот когда вы с него сняли блеск, за счет того, что это нерастворимая система, и молекулы все закрыты, и они не присоединяются. Все, они ни к чему. У гель-лака у него вот такие молекулы, они как ручки. То есть они ко всему присоединяются, даже если вы обезжирили. У геля вот такие. Ну то есть все, он гладкий, он такой, ничего, ни к чему не присоединюсь. Пока вы с меня там не снимите блеск. Чуть-чуть не сделайте шероховатую поверхность, чтобы молекулы открыть. А если гель хорошо распределился, не обязательно. Но я, например, у меня совесть не позволит покрывать цвет. Я же увидев. Вы начнете покрывать цвет, и где-то там чуть-чуть чего-то вот, ну... Если не покрывать, вот допустим взять, и софтпинком сделать, и покрыть этим топом, и пусть ходит. Просто кто-то хочет натуральные ногти. Можно. Мне можно и не пилить. Если цветом или френч рисовать, все-таки лучше хотя бы бафиком пройтись. Ну что там, пять минут. Пять минут на 10 ногтей пройтись бафиком. Чуть-чуть их сгладить, все равно там где-то чуть-чуть чего-то не так. Сохраню. Я люблю ваши эфиры. Спасибо. Анечка, почему база для педикюра у всех моих клиентов слезает? Хотите честно? Прямо положа руку на сердце. Без понятия. Я ее даже не пробовала ни разу. Но я не буду врать о том, о чем не знаю. Знаете, есть Оля Журова, это наш эксперт по педикюру, у нее онлайн-курсы. Девчонки, кто знает ее аккаунт, напишите. Напишите ей. Она записывала урок с этой базы, на 100% знает, какие работы. Я не педикюрша вообще. То, что касается ног, я не знаю. Даже не могу подсказать. Поэтому не буду лепить то, чего не знаю. Так. Что делать, если пошла аллергия? Несмотря на что. Вообще аллергия чаще всего на гель-лаковые системы, на гель-лак. Может быть. А вообще, чаще всего еще на спиртосодержащие жидкости. На очищающий спрей. То есть не спирт. На жидкость для снятия гель-лака, на евро-клинсер. А потом уже, может быть, на гель-лак. На гель практически не бывает аллергия. Попробуйте гель. Если и на гель аллергия, ничего не идея. Ну что ты сделаешь уже? Лаком. У меня у всех базы по педикюру. носится. У кого-то носится, у кого-то и носится. Вот расскажи. Спешите с девчонкой. Почему у нее не стоит? Разберитесь, почему не стоит. Эта тема очень важна. Анечка, новые базы только на короткие, на длинные не поедут. Ой, господи, опять. Опять. Нет, не вам сейчас. Опять то, с чего я не знаю. Я вот базы из Бейс, я их даже не держала в руках. Поэтому сказать вам ничего не могу. Девчата, вы везде Настя, Катя, Аня. Куда? Чё Настя, Катя, Аня? Настя. Кто такая Настя? Челебеева не поймут. Куда? А, эфиры, что ли? Ой, а че мне вообще их эфиры? У меня своя. Своя это. Пьянка. Анечка, новые базы только на короткие, на длинные не так все ответила. У меня у всех все, вроде на все вопросы ответила. Идите к Насте, Кате, идите. Потом я галочку поставлю. Запомнила. Я запомнила всех вот, кто сейчас начал уходить, я вас всех запомнила. О, точно. Журова и Минструктор, спасибо большое. Вот по педикюру, девчонки, девчоночки мои, если есть вопросики, вот, Коленьки, обращайтесь. Если Коленьки, если по педикюру, то Коля, она все знает, она очень крутая. Все, вроде бы все. Эфир сохраняю. Отмечаем меня в сторис, учимся делать наращивание. И будет вам счастье. Ладно. Все, кто остался, вот сейчас скажу вам. Дам сегодня вам скидку. На мини-курсы моделирования с аппилом и моделирования без аппила. Вот так вот. Целых, по-моему, 50%, по-моему. В сторис бежите, там сейчас будут ссылки. Бегом. И программу выставлю. Бегом. Дай. Бегом. Бегом. Продолжение следует...